Девушки отдыхают И вспоминаем, какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано, происходили много лет назад. Ну а может быть и совсем недавно. Итак, сегодня вспомним события 17 февраля. 17 февраля 1890 года из ворот машиностроительного завода Рене Панара и Эмиля Левосора выехал первый автомобиль марки Панар Левосор. Панар Левосор – это компания, которая одна из первых в мире выпускала автомобили на продажу. Среди продукции были гоночные и спортивные машины, частные автомобили и лимузины, а также военные автомобили. Основали компанию как раз Рене Панар и Эмиль Левосор в 1886 году. 17 февраля 1894 года в мастерской Рудольфа Дизеля в течение одной минуты, дав 88 оборотов, проработал второй опытный образец дизельного двигателя. Сам Дизель заметить этого не успел. То, что мотор ожил, увидел монтёр, работающий на клапане для вспрыска керосина. Рабочий молча снял шапку и Дизель понял, что событие, которого он ждал столько лет, произошло. Первый не работает, второй работает несовершенно, третий будет хорош. Подвёл Дизель в своём дневнике итог 20 лет напряжённого труда. 17 февраля 1919 года все предприятия автомобильной промышленности страны объединяются в специализированный производственный трест Глававтозав. В него вошли автомобильные заводы АМА, русско-балтийский в Вилях, Лебедев в Ярославле, русский Рено в Петрограде и Рыбинске, а также АКСАЙ в Ростове-на-Дону. Ну и ряд экипажных фабрик, включая петроградскую Брейтигам и московскую Ильин. В этот день, в 1925 году, в Нагое, в Японии, родился Сюитиро Тойода, один из лидеров японского бизнеса, председатель правления компании Toyota Motor Corporation с 1992 по 1999 год, сын основателя корпорации Киичиро Тойода. 17 февраля 1939 года открылась автомобильная выставка в Берлине, на которой был официально представлен Volkswagen 38. Журналист New York Times, писавший репортаж с выставки, назвал автомобиль жуком. Под этим именем он и вошел в историю. Идея создания народного автомобиля принадлежала лично Гитлеру. По его замыслу, такой автомобиль должен был вмещать двух взрослых и троих детей. Идеальная семья с точки зрения немецкой пропаганды. Развивать скорость до 100 км в час и 100 тысячи рейс-хмарок. В то время столько стоил мотоцикл. Воплощал идею в жизнь Фердинанд Порше. Первые серийные экземпляры сошли с конвейера в 1938 году, но массовое производство удалось наладить только в 1946. Выпуск сверхпопулярной модели прекратили в 2003 году, выпустив в общей сложности более 21 миллиона экземпляров. В этот день в 1960 году в Стокгольме был представлен новый СААП модели 96. Передняя часть новой машины напоминала дизайн 93 модели, но вот задняя часть была основательно переработана. СААП в дословном переводе Шведское акционерное общество по производству самолетов. Вернемся к ЖУКу. 17 февраля 1972 года с конвейера завода Фольксваген в Вольфбурге под бурные овации выехал очередной ЖУК с порядковым номером 15 миллионов 7 тысяч 34-й. И пусть вас не удивляет, это не круглое число, оно знаменовало рекорд по количеству произведенных машин одной модели, который до этого дня принадлежал автомобилю Форд Модел Т. 17 февраля 2012 года в ГУМе на Красной площади состоялась официальная российская премьера культового спорткара Порше 911 нового поколения производства германской компании Порше. 17 февраля 2014 года завод группы ГАЗ в Нижнем Новгороде начал выпуск обновленного кроссовера Шкода Йети. Производство ведется по полному циклу, который включает в себя сварку кузова, покраску и сборку. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта Календарь Автомобильной Истории. Каждый день ровно в 20.00 на нашем ютуб канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Подписывайтесь на канал Техненот на ютуб. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео. Будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажете о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok